Я вам объясню, трое птенчат, синички, выпали из гнезда и живут вот тут у нас в кустиках, а мама и папа прилетают их кормить. Ой, какой хорошенький, он может улететь, придерживай его. Маленький, тоже надо выпасть, масенький, чтоб коты их не съели. Они научились спрятаться, тут у нас есть дрова. Маленький, сиди спокойненько, не боится. Стой, 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 я его сфоткаю. Маленький, чтоб все было с вами хорошо, чтоб вы выросли, чтоб мама вас выкормила. Тут дедушка с бабушкой одними опекаются и охраняют от котов. Где-то мама прилетела и начинает за ними беспокоиться. Да, где-то стрекочет. Да, их трое. Там еще есть два, но мы не будем их беспокоить. Еще два. Вот она. Вот она, на персике. Вот какой маленький, вот какой маленький. Ну все, давай-то хайкорми. Все, мама прилетела с тейдой, мы не будем их беспокоить. О, там кто еще. Вот такие у нас пупсики живут. Алина насыпает хлебушек для синички мамы. И родители говорят, что и малыши утром высыпали все на эту площадку и клевали крошечки. Синичка, кажется, тысячу взъедает. Они, конечно, полезные. Вот это очень полезные пташки. Лина, Алина. О, все, нырнула куда-то. Ныряй, я тебе. Все? Это мама синичка. Ой, песенки им поет, учит их чему-то. Да, 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 да. Она их кормит. Иду опять мамин цветник. Ой, как красиво. В кумбе все разрослось. И цветет. Много львиного зева. Косты. Петунии. Ну, все такое неприхотливое. Львиный зев я очень-очень люблю. Вот такая круглая клумба. Вот так вот. Ну, идемте дальше. Охранник, как всегда. И вот такая вот красота. Помните, мы смотрели розы? Еще не было лилий раствевших. А теперь какая красота. Боже, какие они огромные. У меня на даче они, конечно, не такие огромные. А тут им, видать, благоприятно. У меня на даче, конечно, с водой проблема с поливом. А тут у них они под деревом груши. У них получается рассеянное солнышко. И влага не так быстро испаряется. Класс. Мама прорядила желтые лилии. Немного мне дала. Тут была просто-просто куртина желтых лилий. Вот это вот все было без пробелов. Очень много розовых роз порасцветало. Я не знаю, как эти сорта называются роз. Это очень старинные сорта роз. Они очень неприхотливые. Вот такая красота. Ну, лилии просто невероятные. Они очень огромные. Очень. На лилии я могу любоваться часами. Вот моя ладонь в отле. А вот эта какая красивая. Она тоже очень огромная. Очень огромная. И уже пахнет, в отличие от этой бледно-розовой. Она не пахнет, а это есть легкий аромат. Она не пахнет. Я всегда не перестаю удивляться, сколько же красоты изобрел человек-селекционер, ну и, конечно же, природа. Невероятная красота. Невероятная красота. Это просто релакс для нашего взора, для созерцания. Кто любит цветы, тот меня поймет. Я думаю, даже просто обычного прохожего не оставляют равнодушным цветы. Ну, не только цветы, но и вообще все живое, что нас окружает. Природа, флора, фауна, животные, птицы. Идемте, посмотрим дальше, что наши птенчики. Алина так и хочет взять их в руки птицов. Красота. Лето. Любимая пора. Очень люблю лето. Даже если оно жаркое. Я очень люблю солнышко. И эти цветы, как солнышки. Солнышки-подсолнышки. Виноградик, как хорошо пошел в рост. А я его год назад купила в бутылке с черенком маленьким. Вот. И привезла сюда раз, два, три, четыре кустика. Это самый высокорослый. Вот поменьше. И этот такой средний получился. Не очень так идет в рост, но уже довольно-таки крупный куст. И вот еще один кустик. Это десертная сорта винограда. Солнышки-подсолнышки. Есть виноградинки уже завяз. И мне уже тут говорят, что Алинка держит птенцов. Идемте смотреть прицела розочка. Алинка держит. Алинка держит. Ой, какой желторотыш. Не поднимай, не поднимай. Он боится, когда поднимаешь. А он маленький. Такой глупенький. Желторотыш. Маленький. С пушочком. Да, правильно папа говорит, что они к рукам скоро привыкнут, если так их тискать каждый день. Маленький. Еще не понимаешь своей опасности. Но нам доверять можно. По всяким котикам, хищникам проверять нельзя. Ты, наверное, самого маленького берешь, а те уже убегают, да? Там же их трое. Где? Сидит как в гнезде. А те? Сейчас посмотрим. Где они? Убежали, Алин? В кустах бежали. Сидит? Ну, этот сидит на руках. А те не знаем, где. Вон один. Где? А, вот. Где покажи? А, вот. Хвостик только видно мне. Угу. Вот он маленький. Ну пусть сидит, не бери его. Один? Ну где-то еще один должен быть. Не трогай, Лина, не трогай. Ну не хочешь, чтобы ты его гладила. А те жестренькие уже, они бегают. А она все равно его гладит. Ну ничего, пусть гладит. Уже взяла на руки, глянь. Пусть подержит. Какие хорошенькие. Ой, всех вместе возьми. Угу. Это что? Клещ. А что там у него? Ну это что-то лишнее. Может у него повреждено что-то? А ну? Нет, это что-то лишнее. Да, это что-то лишнее. Это клещ. Ага, в натуре. В него вселился клещ. Давай выймем. Что? Надо... Может пинцета дать? Иди посмотри какой. Я не хочу смотреть. Иди. Раздави. Ну ты смотри. Никто не разглядело. Они ж сидят в земле в листьях. Они в основном. Это травы. В общем я расскажу историю. Мы только что одного птенчика спасли. Вот этого. У него прямо в голове там сидел огромный клещ, который уже надулся до такой степени. И заметил мой муж, потому что я снимала с другого угла. Я его не заметила. Ну ребенок мой конечно не понимает. А муж подошел и говорит, у него клещ. В общем мы его вытащили. Ну мы конечно не снимали это на камеру, потому что сами переживали. Вот его остатки. Фу-фу-фу. Так что малыш, надо бы нам еще третьего проверить конечно. У меня садится батарейка, так что вот такой у нас. А я зарядку взяла. Сегодня. День. Он может подохнуться, да? Да. Он высосал всю кровь у него с головы. Это ж такая маленькая. Он может подохнуться. Он может доносить инфекции. Он может его. Он может его. Это клещ от укусы. Может быть там прожить инфекции и голову. Не надо. Мы же его вытянули с головой. Ничего ему не будет. Еще бы третьего проверить, но мы его не видим. Посмотри ему цвета. Мы сейчас будем проверять третьего. Какая красотка. Называется сорт дуэт. Очень-очень нежная и похожа на Глорию. Фиолетовая. Видишь бутончик? Это то, что я давала мою? Да. Ага. Думаю. Малыш. У меняumen. Уход здесь. Уход в голову. Их улетает все гостинь. Ух thinь мы nerveстопот. Уход в голову у людей. Читали кор watts. Уход там. И вам приходится. Все пусть-потомы серый округом. Малыш. klimачART discernение. Еще посмотрим мамины огурчики, огурчики на регулярном поливе, очень-очень симпатичные, ничем не обрабатывается никакими пока что препаратами от болезней, растут себе и растут, есть завязи и есть огурчики, которые уже можно кушать, если вот так присесть, там очень-очень много маленьких завязей. Синичка мама увела в сторону своих малышей, потому что она не ожидала столько людей в один день увидеть, когда родители тут тихо и спокойно, а мы тут ходим-бродим. Вот она перевела с этой стороны малышей, мы там насыпали крошечек, она вот так, вот так, вот так, уже их сюда увела, тут они пищат все, но мы уйдем, я думаю, они успокоятся. И вот такие вот дела, еще пойдем посмотрим лилии белые по куче, гортензии продолжают свое цветение, очень-очень красивые белоснежные пусты. И вот такие вот огромные лилии, как у меня на даче, у мамы есть пахучие тоже. Я не знала, что у нее такие есть, и ей деленку тоже дала. Оказывается, мы прогадали, и они абсолютно идентичные, у мамы уже была такая лилия. Вот, красотки, очень огромные. И розы уже перецветают. И на этой ноте я с вами прощаюсь. С вами была Ирина, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много красивых, интересных видео. Всем пока-пока, позитива и красоты вам!